Всем привет! Меня зовут Нина Заславская. В этом видео я вам покажу, как сделать вот такой крутой коллаж без границ. Я буду работать в программе Procreate. Эта программа работает только на iPad, но мы прикрепим ссылочки в комментариях на аналогичные программы. Вы можете скачать их себе на телефон и на любой другой планшет. Ну а мы начинаем. Заходим в программу и создаем новый файл. Я создаю файл сразу большего разрешения, чтобы у вас было хорошее качество фото. Я обычно выбираю 4000 на 5 пикселей, ну либо 4 на 4, если вам нужен квадратный формат. Нажимаем создать. Тут вообще очень просто. Простой интерфейс программы. Когда я скачала эту программу, я сразу на самом деле уникла, где-то час, конечно, позалипала в ней. Но вообще сложного ничего нет, поэтому очень советую. Прям большой функционал. Можно много чего делать, поэтому напишите комментарии, если вам это интересно. У кого есть айпады, я буду показывать еще какие-то фишки, которые можно сделать именно в этой программе. Итак, сначала нам нужно вставить фото. Вот здесь сверху у нас есть инструменты. Нажимаем добавить. Вставить фото. Я буду делать коллаж губ, поэтому вставляю вот эти губки. И мне нужно размыть фон. Я увеличила фото, потому что я хочу сделать сначала фон вот этот светлый. И мы видим, что кусочка не хватает, поэтому я сейчас просто докрашу с помощью инструмента кисти. Вот он тоже в правом верхнем углу. Я открою еще один слой. Это тоже вот у нас в правом верхнем углу находится. Нажимаем плюсик. Вот новый слой. Лучше работать всегда слоями, чтобы у вас не путалось. Вам легче будет стирать какие-то элементы. Когда начнете работать, поймете, о чем я говорю. Со слоями прям здорово. Потом их можно объединить и выгрузить в любую картинку. Я создала новый слой. И нажимаю вот эту пипеточку. Вот здесь у нас сбоку находится. Навожу на тот цвет, который мне нужен. И, собственно, крашу. Кстати, вот здесь, где кисточка, вы можете выбрать вообще любую кисть. Какими я пользуюсь прям топчик мой. Это аэрозоли. Средняя насадка, либо широкая насадка, если вам нужен такой более точечный что ли вариант. Либо это может быть аэрограф. Мягкая средняя кисть. Ну, а уже какие-то надписи, чернила. Тут очень много. Можете прям сами посмотреть. Но самые топовые это аэрозоль и аэрограф. Вот. И мы тут тоже бегунком можем увеличивать прозрачность, либо увеличивать размер кисти. Мне сейчас нужно просто сделать фон, растянуть. Поэтому я делаю большую кисть. Ну, и достаточно яркую прозрачность ставлю. Причем, смотрите, цвет фотографии меняется, да. Мы опять нажимаем на пипетку, подгоняем под край и вот так растушевываем. Но край все же еще виден. Поэтому мы делаем чуть поинтенсивнее. Добавляем еще цвета. Чтобы все-таки получился мягкий переход, не виден был вот этот стык, я возвращаюсь опять в панель инструментов. Правая верхняя вот пальчик. Тут тоже пальчик. Это как растушевка цвета. Вы можете, например, положить рядом два цвета, как мы сейчас вот здесь. Какие-то оттенки. И их пальчиком перемешать. Очень крутая функция. Тут тоже мы можем интенсивность и размер кисти этого пальчика. Вот интенсивность большая, поэтому чуть уменьшу. И вот таким образом мы смешиваем две картинки. Видите, где-то проявляется край фотографии, но мы сейчас наложим еще. Ну и можно объединить два слоя вместе. Что значит объединить два слоя? Зачем это нужно? Чтобы вы могли растушевать первую картинку во вторую, сейчас мы растушевываем только слой номер два. То есть поэтому у нас не получается прям такого плавного-плавного вхождения в первую картинку. Мы сейчас объединим. Вот я нажала объединить с нижним. И тоже пальчиком немножечко растушуем. Вот. Сильно, конечно, не усердствуйте с этим пальчиком, особенно на объединенных слоях, потому что можно структуру кожи нарушить. Вот мы растушевали, слой объединили. Теперь нам нужно сделать вот эту прозрачность. Это вообще легко делается. Заходим опять в слои, нажимаем буковку Н. Вот непрозрачность сразу выходит. Вот. И вот так вот мы убавляем. Все. Фон готов. Ну и продолжаем, конечно, делать наш крутой калаш. Это еще не все. Добавляем новый слой. Плюсик. Все. Тут все легко. Опять вставляем файл. Точнее фотографию. Открывается альбом. Мы вставили эту же картинку. Сейчас нам нужно вырезать губки, чтобы их потом красиво уложить вот в этот крутой калаш. Поэтому я ставлю, верчу их так, как мне угодно абсолютно. Нажимаю ластик. Опять же, панель инструментов в верхнем углу. Здесь также у ластика регулируется прозрачность, регулируется размер кисти. Поэтому я выстраиваю себе удобный размер. И вот таким образом начинаю стирать вокруг губ. Конечно, лучше увеличивать при этом и смотреть, чтобы была ровная линия, чтобы губы круто выглядели. Поэтому это на самом деле такой муторный процесс и достаточно небыстрый. Вот. Мы ускорим его. Я надеюсь, все понятно вам. Напишите в комментариях, как вам вообще это видео, потому что меня долго просили, писали мне в социальных сетях, чтобы я сняла, как я это делаю. Вот и показываю. Надеюсь, вам понравится. Вот так мы вырезали. У нас получились вот такие красивые губки. Так как их три штуки, нам надо скопировать три раза. Опять заходим в слои. Нажимаем на фотографию. Выбираем пункт копировать. Все. Скопировали. Нажимаем плюсик. Плюсик. Опять же, в слоях. У нас вылез новый слой. Нам нужно вставить. Так, нам нужно вставить. С помощью инструментов заходим вот в это меню. Нажимаем вставить. Все, губки скопировались. Мы можем вот так их двигать пальчиком. И уже расставлять так, как нам нужно. Ну и еще продублируем третий раз. Опять вставить. И вот еще. У нас на три слоя как раз разложились эти губы, которые мы можем вертеть, крутить так, как нам вздумается. Поэтому, даже, кстати, вот такая подсказка вам. Если, например, мешаются какие-то губы, слои, вы можете их скрыть, а потом открыть. Вот, опять же, заходите в слои. Вот здесь галочки. Смотрите. Нажимаем галочку. Губки исчезают. Нажимаем обратно. Они появляются. И так же происходит с другими слоями. Я скрыла два слоя. И первый слой мы вот так вот, опять же, его уже вертим, как нам вздумается. Заходим во второй слой. Важно на него именно нажать. Также я галочку поставила, чтобы я его видела. И вот, нажав на стрелочку, мы его, опять же, также можем переворачивать, как хотим. Так, это у нас еще один слой. И открываем последний слой с губами. Опять же, нажимаем на стрелочку. И здесь у нас вот на коллаже так губка слегка выглядывает. Поэтому я их увеличиваю и прячу вот таким образом. Ну и все, коллаж готов. Также вы можете поставить, например, свою роспись на вашем коллаже, свой автограф оставить, так сказать. Мы заходим в кисти, выбираем каллиграфию. И здесь чего только нет. Можно выбрать кисть письмо. Вот мы нажимаем. Нажимать на нее не обязательно, как я сейчас сделала. Просто выбираем. И можно белую сделать. Вот здесь кружочек, кстати. Про него, по-моему, не говорила вам еще. Здесь можно выбрать цвет любой ручки, там, залить. То же самое мы делали с пипеткой до этого. Но здесь можно уже выбирать, если вам нужен определенный цвет. Вот выбираем белый. Ну и проверяем ширину кисти, которая нам подходит. Можно нажать автограф. Ну и вообще, уже у коллажа становится законченный вид. На самом деле, такой коллаж делается очень быстро. Буквально 5 минут. Почему долгое видео? Потому что хотелось объяснить более тщательнее, донести информацию. Поэтому практикуйтесь больше. Скидывайте свои коллажи в мой телеграм-канал. Будем смотреть, радоваться вместе. И, конечно, выделяйтесь среди остальных мастеров. Потому что коллажи, как правило, набирают очень хороший охват и хорошо заходят зрителю. Желаю вам удачи. Пишите комментарии, понравилось ли видео. И обязательно буду еще снимать ролики подобного формата. Пока-пока.